Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, и сегодня в моих гостях Евгений Чичваркин, как он говорит сам, виноторговец из Лондона, как он себя подписывает, а в этот раз он подписывается, как Евгений Чичваркин, а вообще подписывает смерть Кащеева. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Сегодня будем говорить о чем мечтает Путин, Путин и ненависть геев, Путин, который теряет авторитет, правда это все или неправда, но об этом во всем сразу после небольшого интервью для наших зрителей, напоминаю, это короткие вопросы, короткие ответы, блиц интервью. И вот вопрос первый, Путин думает о начале третьей мировой войны, чтобы себя спасти, или боится третьей мировой войны? Ну, полноценной третьей мировой войны, они орут, что они воюют с НАТО, а вот как раз НАТО воевать боится. Какая цель сейчас у Путина в войне? Территория, как и была изначально, у него никогда не было никакой другой территории, земля, и наказать непослушных, забрать землю. Что должен сделать Путин, чтобы его игра продолжалась? Делать все, чтобы цены на энергоносители были высокие, тогда он будет продавать их и продолжать. Они это изо всех сил и делают. Куда, по мнению россиян, делась их армия, если простых граждан начали призывать на войну? Ну, границы огромные, они охраняют границы той армии, которой здесь не хватает, потому что везде наемники НАТО, наемники из Польши, Великобритании, Америки. Ты не понимаешь, мы воюем с Америкой. Я-то понимаю, что они с Америкой воюют. Вот, и для этого нужно больше солдат. Хорошо, это были вопросы от наших зрителей, теперь давайте поговорим о вопросах, которые нас интересовали всю эту неделю. Наверное, самым главным вопросом есть, как это, начнем со старых песен о главном. Новые старые угрозы ягеркой. По вашему мнению, вот люди еще верят в эту вот штуку все? Вот, например, в той же там Британии. Ну, безусловно, нельзя со счетов снимать то, что в какой-то момент они могут отморозиться. И, ну, так же это все в руках одного человека. И человек – это такой букет ошибок. У человека перед напряжением могут быть сбои с психикой и со всем остальным. Давайте поговорим о выступлениях Путина, которые вот было двое, два выступления подряд. И Путин, как по мне, я могу шиваться, конечно, провел два невнятных выступления подряд. Ничего чисто конкретного, вот по-пацански он не сказал. А ожидали же, что он скажет такое что-то? Да, ожидали, что скажет. По факту вышел из договора с Америкой. Как будто есть на что дальше наращивать ядерный потенциал. Вот, и все, пожалуй. Ничего, никаких других фактов, именно, ну, фактических каких-то новостей, ничего не сообщил. Финни Боттл про свое. Не простят отступление. Это единственное, что не простят. Было три отступления, и три раза поднимался страшный бой на болотах. Первый раз Киев, второй раз Изюм, третий раз Херсон. И сразу, за что погибли наши мальчики, вопрос сразу возникает. И что там, предатели. Нет предателей Путин, нет предателей его генерала, нет, все разворовали, нет Шойгу, нет этих. Сразу поиск виноват. А пока идут вперед, хоть там просто трупами, как в сельде, выложены, неважно, земля, прибавляется, земля русская, отлично. То есть, нет войны, нет Путина? Да. Нет Путина, нет войны. Вот так. И наоборот, да? Нет Путина, нет войны. Или кто-то подхватит эту палочку? Ну, никто не сакрали, но они все-таки над сакральностью 23 года работали. А он себя окружил с людьми не сильными, специально, чтобы его никто не спихнул. Поэтому. Ну, поговаривают, что там Патрушев очень недоволен, потому что вроде как же обещали смену власти, да, переход постепенный. А тут на тебе война, а тут на тебе эта война затягивается. И Володя не очень-то и хочет, видимо, уже и власть отдавать. На чем он недоволен? У чекистов огромная власть, которой никогда в истории не было. Даже во время любимого путинского Ивана IV был царь и были отдельные опричники, которых сначала ввели, потом их от власти отстранили. А здесь опричнена и есть власть. И они суть крови от крови, суть от сути из этой ФГБшной системы. Поэтому почему его это не устраивает? Тачай денег сколько хочешь, власти сколько хочешь, кого угодно, с кем угодно, можно как угодно разобраться. Согласитесь, что сидеть на троне гораздо приятнее, чем сидеть возле трона. Он никогда не сидел на троне. Я не думаю, что у него были на это какие-то устремления сесть на трон. Человек, который хочет сесть на трон, обычно апеллирует к людям, потому что надо быть известным и хотя бы как-то воспринимаемым среди людей. Патрушеву это никто не мешает делать, у него достаточно власти. Если он это не делает, то он это не любит просто. Он тихий чекист, как и положено нормальному трене-статистическому чекисту, старается быть не очень заметным, мне кажется. Всю жизнь так. Что еще важного, по-вашему, сказал Путин или в чем показал свою слабость, может быть, Путин в этих выступлениях? Он никакой слабости никак не показал, ничего не сказал. Он показал, что он с народом, и это в целом не слабое. Приехал, выступил, покричал на сцене. И это показал, что он с народом, в этом, в общем, экстазе. Нет никакой слабости. То есть не было никаких сильных высказываний, но слабого тоже ничего нет. Ну хорошо, вот отсутствие сильных высказываний, какое-то количество времени, это не потеря авторитета? Нет. Почему? Нет. Ну не знаю, вот от Путина, например, если его считают сильным, мускулинным, еще там каким-то, да, должно постоянно происходить какое-то подтверждение, как от Альфы, да. Вот Альфа должен всегда подтверждать, 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 а тут подтверждений как бы нет. Собрал огромный зал, бубнил на зал, вставал шесть раз, аплодировал 43 раза, кричал «Браво!». Слушайте, ну мне кажется, что даже… Сделал то же самое в Лужниках с 200 тысячами человек через два дня. Все хорошо. Хорошо, я задам вопрос по-другому. Что покажет, что Путин даст слабину? Или что сделает Путина слабым? Путина сделает слабым, если в какое-то утро, как иногда мой телефон разрывается, в пяти-шести утра, потому что идет ракетная атака, и я подписан на множество украинских каналов, и эти самые оповещения приходят, вот как-нибудь утром ЗСУ окажется в Мелитополе, например. Каждый возвернутый город, даже небольшой, даже, ну вот, Изюм — это же не очень большой город. И каждый какой-то значимый кусок земли, который Украина возвращает себе, делает Путина, рейтинг его лупит по нему просто дубиной с размаху. Каждое отступление российской армии, если еще где-нибудь они попадут в котел, если потопит какой-то значимый корабль, если взорвут мост, если не Хаймерсом, ну, Хаймерсом, который еще не поставили, разнесут здание штаба в Севастополе, вот это лупит по рейтингу Путина совершенно страшно. Самое страшное — это земля. Хорошо. Это лупит по рейтингу Путина. Путин боится падения рейтинга, учитывая то, что он может нарисовать себе все, что угодно. Да, боится. Боится. Нарисовать он может, и кого-то 25-20-25 процентов все равно будет истинно лояльен навсегда, но вот молчащее большинство, ничего не произносящее, оно же определяет. Пока оно молчит, все хорошо, оно может быть и недовольным в какой-то момент. И опять-таки, если будет инфляционный скачок, любой инфляционный скачок лупит по рейтингу Путина совершенно страшно. Поэтому они вгрызлись и держат просто рубль всеми правдами и неправдами. Финансисты у Путина хорошие, он над этим работал добро, с самого начала. Экономисты разные, а финансисты хорошие. Казну вот держат и будут поджигать деньги, как делали в 2009-м, чтобы держать курс. Потому что курс генерирует чувство стабильности. Даже если он достаточно большой, даже если сложно купить, даже если чуть-чуть отличается реальный курс и курс на улице, вот он стабилизировался, все идет спокойно. Если он начнет прыгать, народ сразу же занервничает. У нас голосование в России происходит так, курс вырос, все голосуют за Джорджа Вашингтона, нанесенный на долларе. Вот у нас это самая популярная политика до сих пор в России. Почему Путин боится то, что рейтинг упадет? У него спецслужбы, у него армия, у него окружение товарищей, которые его во всем поддерживают. Неужели, возможно, какой-то бонд? Или это как раз команда для тех, кто рядышком его издвинут? Что вот, мол, Акела промахнулся, Акела не получается. Точно, абсолютно точно второе. То, что люди вокруг него должны видеть, что Пахан держит все под контролем. И нечего шушукаться за спиной. Его сейчас снести невозможно, потому что его народ поддерживает. Если народ его не будет поддерживать, тут же начнется колоброжение в самых верхних эшелонах. Объясните мне вот такой посыл у Путина во втором его, не в первом его за эту неделю сообщение о том, что, не сообщение, боже, как это по-русски, звернани, как это, обращение, вот, обращение, да, к этому обращению, где он прям целый блок уделил геям, да, что ЛГБТ это вообще, ну, предатели, что они никто, у них нет никаких прав, и, там, пятое-десятое. Почему вдруг такой эмоциональный блок? Это чисто рассчитано на... Ну да, на агрессивно-пассивную вот этих, на мужикастых мужиков. У него в окружении много геев, в том числе из достаточно близких людей. Но он знает, как это будет работать в народе, именно в том народе, на который он опирается, в той части народа, к которому он апеллирует, на который опирается, это активные, на данный момент, к сожалению, активные 25, может быть, даже 30 процентов. Вы говорите, что в Кремле вокруг Путина есть тоже геи. Ну, я как бы не сомневался, ничего против не имею. Но вот смотрите, геи есть в Кремле. Сын главного пропагандиста работает моделью в Лондоне. Он вообще молодец. Он вообще молодец. Вот это от осинки родилась апельсинка. Да. Но смотрите, о ненормальной мужской работе. Ненормальной мужской работе для вот... Почему? Это отличная работа, феноменальная. То, что он молодец, все сделал сам. Дистанцировался от образа отца. Он в своем конфликте, отцы и дети, выступил абсолютным молодцом. И его сын. Я сейчас говорю о восприятии аудитории. Газманов тот же выходит на этот митинг. Там отжимается, кстати, тоже можно похвалить. Красавчик отжимается точно больше, чем я. Но вот он выходит в куртке Прада, которую он заклеивает. Почему не в качественном белорусском пуховике? Ну, потому что куртки Прада очень удобные и очень легкие. А качественный белорусский пуховик греет? Ну, Прада все-таки красивее. Я бы на его месте тоже вышел в куртки Прада. Вот хорошо. Вот они выходят в этих куртках Прада. Они говорят о том, что Запад загнивает, а сами вот это все дело поддерживают. Ну, безусловно. Но они же это говорят для тех людей, у которых очень плохо с деньгами, и которые плохо себе тяжело и могут это позволить. И они их таким образом просто успокаивают. Это социально криво выглядит, поэтому он заклеил. Вот, ну, когда там чиновники, и на видео, где мы видели расследование Марии Певчиха в БК, где чиновники прячут, по-моему, то ли часы, то ли тоже какие-то логотипы. Вот это воровство из-за шквар. А артист, ну, может, ну... Подождите, этот артист поддерживает конкретную идею, конкретной власти, которая говорит, все, что Запад, это плохо. И выходит в пуховике Прада. В суперформе, замечательно. Я же говорю, отжимается больше, чем я, сто процентов. Ну, он выходит, поддерживая эту идею, он, ну, выходит... Да, но они же понимают, что они врут. Они говорят, что так надо, потому что народу так нужно. Народ очень много... У нас крепостное право хотели идею отменить. Были за четыре поколения до отмены крепостного права. И каждый раз. А когда делали замеры цари наши прекрасные, я так в шутку говорю, каждый раз приходили к выводу, что народ еще не готов. Вот, что для народа эта свобода, это будет катастрофа, это будет хаос, это будет кошмар. Вот, то есть одна правда для себя, одна правда для себя, другая правда для народа. Это как в известном фильме Марка Захарова. Что они будут делать с этой свободой, да, убить? Да, все то же самое. Ну, кстати, Марк Захаров тоже использовал себе некролог. Успел. Смог. А почему? Ну, денег не хватало. Деньги, ну, конечно, деньги, слава. Ну, вот ты лишишься под старость, когда у тебя нет сил уже на новое, ты лишишься своей комфортной жизни. Ты лишишься... Отовсюду повыгоняют детей родственников. Спросят про налоги. Спросят... Отберут театр. Лишат... Лишат... Ну, просто это будет реальный запрет на профессию. Вот. А тебе уже очень много лет. Ты уже не можешь рвануть в другую страну. Ты уже боишься. Тебе уже холодно. И думаешь, ну, совсем. Пусть лучше детям будет хорошо. Они там вырастут дальше. А я поем говна, зажмурюсь, закрою нос, глаза, уши. Буду есть дальше это говно, и мне будут прилетать за это деньги. Время для войны. Институт изучения войны пишет, что Путин пытается выиграть время для того, чтобы потом выиграть эту войну. Вот объясните мне, что означает выиграть время? Вот что? Как вот думает Путин? Что он будет делать, по вашему мнению? Ну, а зэками заткнули реально возможное наступление, да? За это время убили много украинских солдат. За это время украинская армия очень много израсходовала средств. А наступление не произошло, выиграли время. То, что сколько там зэков, ну, их никто не считает. Вот Пригоржин выложил просто в гору труп. И что ему за это? Ничего. А пока время идет, они же не сидят на месте. Они глубоко были интегрированы в мировое сообщество. Они со всеми разговаривают. Они здесь пытаются купить одно, здесь дроны, здесь патроны, здесь, куда они продали советское вооружение, выкупить его назад, куда-то продать нефть и так далее. Мобилизационный. Чем отличается и там империя российская? Она уже по кальке построена, как Чингисхан построил. У него изначально строится на феноменальных мобилизационных способностях и возможностях. То, что они сейчас не использованы даже на 20-30%. Мобилизационные возможности империи мы видели во Вторую мировую войну, когда все для фронта, все для победы. Окупировали город, мы его не сдадим, то, что там из миллиона жителей останется меньше полмиллиона, нам плевать. Земля. Важнее будем, сможем держать фронт, будем держать фронт. Сможем атаковать, будем атаковать. Вся страна развернулась, вся страна сконцентрировалась на победе. Правдами, неправдами, где-то внутренним чувством патриотизма, где-то расстрелом за опоздание на 21 минуту, где-то просто отбором урожая и так далее. И страна, которая абсолютно не считается с людьми, с расходами, с ней, с человеческой свободой, с человеческим вообще достоинством, когда есть одна великая идея и идея выше человека. Вот это такой тип империи, поэтому он понимает, что у него эти ресурсы есть. Земля, вы имеете в виду, полезные ископаемые или просто метры, километры? Любая, метры, километры, любая, любая хороша. А сколько они рубились, чтобы северный шельф был, там есть какая-то нефть, еще что-то, но пока это очень дорого извлекать, но они на будущее, как легендарный Ермак, как тот же Петр Первый, который не очень занимался, а при нем, кстати, достаточно много тоже Сибири добавилось, как тот же Иван Грозный, который расширил империю на восток и на юг. Складывается ощущение, что... Тот же Бахмут, это же при Иване Грозном стало границей. История, она у нас мрачная, чудовищная, вся в черных пятнах, с маленькими белыми полосками и по уши в крови, но они цинично понимают, как акцентировать те ресурсы, которые у них есть. у них достаточно прагматичное ресурсное мышление. То, что они еще могут сделать и то, что все ожидают тотальной мобилизации, у всех чувство, как ведет себя империя, оно есть. То есть вы хотите сказать, ну вот у меня складывается такое ощущение, я не уверен, что вы это хотите сказать, у меня складывается такое ощущение, что в России живут одни моральные уроды. Нет. Я говорю их 20-25 процентов. Нет, я именно это сказал. И действительно процент больше, чем принцип Паретта. К сожалению, потому что очень много людей уехало. И очень долго поощрялось моральное уродство. И очень много интеллигенции вымарывалось, расстреливалось. Уезжало, 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 и уезжало. То в 17-м, то в 20-х, потом диссиденты, потом евреи, а потом все свободное время уехало столько, кто почувствовал возможным. Запрессованные коммерсанты в несколько волн здесь, в Великобритании, и не только осели, и так далее. И сейчас последнее. Это же самые лучшие люди уехали. Вот этот миллион. Это люди, которые не боятся за границей, которые чувствуют себя способными, которые понимают, что они не пропадут в мире. Вот. А каждый раз остаются и плодятся те, которые тяжелые фракции, если говорить о каталитическом трекинге. Вот. И они поощряются сейчас. Они сейчас из каждого утюга. Они представляют нашу нацию. Они решили, что они представители основной нашей нации. Они ее символ, они ее песня, они ее гимн, они ее Но они там живут, они ее песня, они ее гимн. А то, что 80 или 75 процентов людей, которым это все абсолютно не нравится, и которые вообще не хотят ни войны, ничего, и которые просто молчат, их нет, их не видно, не слышно. И кажется, что их нет. Их не будет видно и слышно, пока им есть, что есть, потому что им страшно выступать. И вам, живущим 32 года в свободной стране, 33, это, к сожалению, сложно понять. Видимо, да. Не скрываю совершенно этого. Многие вещи сложно понять. меня были знакомые в России. Сесть за цветы Леси Украинки, сесть, реально получить срок в несколько лет за то, что ты принес цветы к Леси Украинки, когда разбомбили город, по-моему, Днепр. Да. Вот. И убили людей. Вот за это можно лишиться не то, что тебе штраф, не то, что тебе скажут, убери цветы, а годы своей жизни провести в тюрьме с зэками, сидеть вместе с тем, кто там убил, изнасиловал и, может быть, убьет и изнасилует тебя. Мы когда-то подсчитали с коллегами, что количество россиян работающих гораздо больше, в разы больше, чем вся система, там, один к семи, по-моему, чем вся система, как это по-русски, боже, украинская. Да, я уже и по-украински забыл, пытался перевести на русский силовик, и как это по-русски? Силовики, так и было. Силовики, вот, один к семи, к силовикам, и вот, если вот эти люди семь против одного. Ну, в Беларуси десять к одному. Вот, Беларусь, четкий процент, десять процентов поддерживают Лукашенко, девяносто процентов, ну, десять вообще нейтральные, совсем далекие деревни, восемьдесят его точно ненавидят и хочет смены. И ничего, такой же приблизительной ситуации с Мадуро. Они сказали, мы хотим Гаяда. А у них Мадуро, в том числе при российской поддержке, и десять, пятнадцать, ну, до двадцати процентов силовиков могут удерживать власть. Четыреста тысяч Росгвардии. Росгвардии больше, Росармия в России. Вот, и эта Росгвардия поначалу они послали, конечно, под Киев эти организации отряды, организации команды, но потом поняли, что это еще рановато делать, и их отозвали назад, потому что они воевать не умеют. Они умеют пытать, засовывать дубинки в жопу, там, палки и бутылки, и продавать фейковые уголовные дела родственникам. Вот они больше ничего не умеют. Я вот читал российские, простите, перебиваю, потому что осталась буквально минута там. Я читал российские паблики во время того, как президент США приезжал в Украину. Там писали, что мочи Байдена калибрами, там, стреляя в него еще там из какого-то оружия. А вот, допустим, что вот подобное что-то случилось. Вот, ракета упала возле ботинка президента США. Что дальше? Дальше я думаю, что если она возле ботинка упала, то они возьмутся по-другому совершенно за свою безопасность и за санкции. Тогда могут обрубить все свифты и по авианосцу подогнать каждому порту, включая Крым. И начать совершенно другой абсолютно диалог, скорее больше похожий на монолог. А если бы они его там убили, то началась бы большая война. Россияне готовы воевать против Америки? Или Америка для России... Они уверены, что они уже воюют. уже воюют. Нет, смотрите, одно дело, они уверены, что они на территории Украины воюют, а другое дело, что вот американцы... Конечно, никто не... там побегут сразу, такими побегут так, как никогда еще до этого не бегали. Пропаганда же, она очень поверхностная сейчас. Это не то, что было даже представлено, что мы должны свою социалистическую родину защищать. Побегут как никогда. Нет, это вообще сценарий абсолютно катастрофы. Самое основное побежит и армия, побежит и люди вокруг Путина. Последнее. Назовите три момента, при которых поражение Путина будет максимально быстрым. Очень низкая цена на все, что Россия извлекает из земли рыночным способом, полученное рыночным способом. А это вот как сейчас цена на газ, на остальное то же самое. Реальные санкции против потоков денег в путинские карманы, а не против россиян. это второе и немедленно очень большая поставка оружия, в том числе дальнего действия в Украине. Вот три, если они будут, то можно может быть за несколько месяцев управиться. Пока этого нет? Нет. С газом произошло, с остальными пунктами пока еще нет. Будем надеяться, что все это произойдет максимально быстро, по одной простой причине. Мы устали терять своих граждан, мирных, военных, всяких. И знаете, мы, вот искренне я желаю, чтобы россияне тоже не умирали на территории Украины. В России, пожалуйста, сколько вашей душе угодно. Умирайте, бомбите, делайте, что хотите. Но здесь не надо умирать, здесь живем мы. Евгений, большое вам спасибо за сегодняшнее интервью. Все правдиво и по полочкам, как мне показалось. Ждем победы Украины. Спасибо большое. Украины.